Жилищный рынок страны активизировался благодаря таким госпрограммам, как 7-20-25 и Баспанахид. По ним за год своим жильем обзавелись свыше 13 тысяч казахстанцев. Одним из стимулов увеличения ипотечного кредитования стало снижение процентной ставки вознаграждения. К концу апреля текущего года показатель у банков второго уровня по ипотеке составил 8%, тогда как в прошлом году ставка равнялась 10,5. В целом за 12 месяцев прошлого года банки выдали кредитов гражданам на строительство и приобретение жилья на 525 миллиардов тенге. Эта цифра превысила прошлогоднюю на 47% и стала рекордной за всю историю ипотечного кредитования. К другим новостям. Производство трактора в Казахстане выросло втрое. С января по апрель этого года отечественные заводы выпустили 215 единиц техники. Но и этих объемов очень мало. 90% потребности рынка все еще прикрывает импорт. Отмечу, основная доля производства сельскохозяйственных тракторов в стране пришлась на Восточно-Казахстанскую область – 75%, еще 25% – на Костанайскую. В последнем регионе, к слову, планируют существенно нарастить мощности. После заключения контракта с китайскими партнерами по созданию нового цеха здесь намерены поставлять до 3000 тракторов в год. Их стоимость будет варьироваться от 2,5 до 14 миллионов тенге. К международным новостям. Китайская компания Huawei обратилась в суд с требованием признать незаконным ее внесение в черный список. В корпорации заявили, что ограничения со стороны США противоречат американской конституции. Производители телекоммуникационного оборудования указали, что было нарушено право на судебное разбирательство. Иск правительству США подан в суд Техаса. Компания ходатайствует об упрощенном судебном разбирательстве. Напомню, в середине мая Дональд Трамп распорядился включить Huawei в черный список как угрозу национальной безопасности. Американским IT-компаниям было фактически запрещено любое сотрудничество с китайским гигантом. В первую очередь поставки ему оборудования и программного обеспечения. Под угрозой оказались пользователи смартфонов Huawei, которые работают на системе Android, разработанной Google. Впрочем, потом власти США отложили запрет на 90 дней, чтобы американские компании успели приспособиться к ситуации. Глава китайской компании объяснил атаку США тем, что Huawei технологически вырвалась вперед. Напоследок информация с казахстанской фондовой биржи. Доллар снова устремился вверх. По итогам последних торгов курс американской валюты составил 381 тенге 79 тинов.